Мотор умер Электрик ударился в бега Значит конец близок Ну что ж господа и снова всем привет Продолжаем достраивать полноприводную таврию На 2,5 литровом двигателе от Subaru Почему не было долго серии ребят Извините пожалуйста Но так все там застопорилось Столько с ней проблем Я уже столько об этом пожалел Зачем было начинать именно так Зачем было покупать битую Subaru Проще было купить целую Subaru И это все вкинуть в таврию Но соответственно назревает второй вопрос А зачем вообще тогда все это вкидывать в таврию Если у тебя есть целая Subaru И вот такая вот головоломка Честно говоря уже хочется 10 раз 20-30 раз бросить этот проект И пойти дальше Просто его сжечь Но я понимаю что любое дело Которое ты начинаешь Его прям необходимо заканчивать Если ты его не закончишь Тогда у тебя теряется уверенность Ты потом не можешь начать новое дело Ты постоянно в себе не уверен Денег у тебя нету Ничего у тебя нету Жизни у тебя нету Ставьте чаек А мы продолжаем добивать эту Таврию Погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я думаю вы зафиксировали Поставили тормоза Собрали все трубочки Все четко Поставили лобовое Мотор стоит Все хорошо ГРМ поменяли Прокладки поменяли Все четко Небольшой спойлер Тормоза придется переделать Заливаю я масло в заливную горловину И понимаю что масло Начинает течь снизу Но я подумал ну мало ли Может пробку не закрутили Может прокладку не дожали Нет Начинает капать Из прокладки Клапанной крышки Ну казалось бы А вы же видели Мы поставили двигатель Настолько плотно Что клапанную крышку Просто так не снять Приходится снимать двигатель И когда мы снимаем двигатель И снимаем клапанную крышку Мы находим Эту страшную Проблему Антелка Да не переживайте так Наберите этому лысому из Бразерс У него уже все есть То есть из автостронга О Точно Алло Илья привет Антон Здорово Слышишь Ты на душ дозвонился Правда слышно плохо Нужны бошки на субаря Бошки на таврон Конечно есть Чем раньше тем лучше Выезжаю Все хорошо ждем Женек пошли чайку попьем Антону Да кого там еще Да кто там еще А что это такое Бошки отнесу Да на него Ой саму привет Напоминаю что Двигатель И старую Ту Субару Я купил Битую И удар Пришелся Именно в эту Часть Двигателя Значит в чем прикол Когда я покупал Этот субаровский Винегрет Предыдущий владелец Заявил что заменил Два поврежденных шкива Ремень ГРМ И сальники Распредвалов Но как оказалось Впоследствии Что ремень Он не менял Сальники Не менял Подавно И что самое страшное Он скрыл Повреждения Головки Блока В принципе Я его понимаю Скрыл И обманул Он не со зла А от жизни Своей Собачьей Ну да ладно Нам грех Жаловаться Благодаря Авторазборке Автостронг Мы быстро И оперативно Нашли эти запчасти И они нам Быстро И оперативно Их доставили За что им Огромное спасибо Знающие люди Нам писали В инстаграм И в телеграм Что в таком Случае С оппозитными моторами Меняются Две головы Если та головка Которую вы поднимете Была шлифована Либо не была шлифована А которую вы купите Она будет наоборот То есть Будет разная Работа В головках То есть Двигатель Будет моросить Его будет детонировать И в идеале Менять Сразу Две башки Чтобы они были Либо две шлифованные Либо две Не шлифованные Поэтому И было принято Решение Брать Две штуки Короче Ни день еще не протекает Ты здесь уже Автостронговскую Отмыл Да? Да Отмыл здесь Клапана И заодно Посмотрели На протечки клапанов Да Конечно Надо было Что-то дольше Постояли Если было Что-то критическое Они бы сразу Потекли На выпуск На выпуск И понятно было Что надо Их было Притирать За кадром Сейчас со мной Разговаривает Ваня Это тот человек Который Всегда говорит Что он Это знает Он в этом Разбирается Но на самом деле Вроде Трохешает Но как Окажется Впоследствии Это будет Такой Такой Проблемой Грандиозной Чуть позже Вы все узнаете И тот факт Что он залазил В двигатель Меня настораживает Еще больше А чем ты заливал? Рассудитель КОНЕЦ КОНЕЦ Ну что ж Господа Автомобиль собран Подвеска тоже И сейчас Момент истины Запустится двигатель Или нет Как говорил Ваня Я шарю в этой теме И сейчас Мы это проверим Я крикну Когда пойдет Пошло Пошло Давай Давай Возможно То что она Глохнет Большой поток воздуха Здесь Надо ставить Ну вот эти Субтитры Воздушные И ставить Сам расходомер воздуха Вот поставить И вакуумные Магистрали Все подключить Заглушить Некоторые Потому что Ассорбер у нас был Заглушить там Вакуум Вот И Ну Все это Подсобрать То есть у нас Искра есть Топливо есть Он заводится Он схватывает Все То есть в этом плане Все зашибется Ну короче Туда Двигаемся дальше Пока что нет Все это был пробный То есть у нас Все работает По технической части То есть стало Сейчас подсобрать Все по вакууму По всей остальной Петрушки Можно будет завести И тогда Казалось бы Тачка запустилась Какие могут быть проблемы Но как оказалось Это все На что Она была способна Вот это вот То что вы увидели Сейчас Вот это вот Небольшой пуск двигателя Все Больше Она Ни на что Не была способна И Ваня Сказал Что Я не знаю Что с этим делать И ровно на этом Мы с ним И попрощались Собственно На следующий день Приехал Настоящий электрик Поржался Нас конечно же Сказал Что ну Какого хрена Вырезали То что было и так Нормально И должно было нормально Работать И сказал Что ну Нужно искать новую Потому что Восстанавливаться Эту старую Это вообще Гиблое дело И чем это может Закончиться Неизвестно Это будет Очень-очень дорого И очень-очень Долго Но когда мы Начали ее искать По объявлениям Что самое интересное Таких модификаций С таким двигателем Еще и американка Американка С европейкой Будет отличаться И косы Эти не подойдут Ничего Нету Соответственно Ее нужно Вытаскивать И ее нужно Восстанавливать Чем собственно Мы с Женьком И занялись Ну то есть Демонтажом Этой Конченной Кривой Косой Проводки Итак Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, продолжаем... Весь процесс по автоэлектрике Не вижу для вас снимать Электрик как бы сам разберется А смотреть на это скучное занятие Значит, следующий процесс Который мы делаем Это создание глушителя Создание глушителя на Тавре Это еще тот прикол Потому что у него нет возможности Дойти до задней точки И выйти из-под бампера Как у всех нормальных автомобилей Мешает задняя подвеска Крепление заднего редуктора Если и глушитель пускать под этим всем То как бы он будет очень низкий И будет цеплять за все неровности на дороге Материал, из которого я делаю Это нержавейка Почему нержавейка? Да потому что как-то я продавал Один Mercedes Vita У него вдоль порогов шли Такие ублюдские трубы Которые делают якобы для красоты Но они были с нержавейки Толщина 0,7-0,6 Но не смотрелись они там Ну как будто кто-то их туда тупо заколхозил Поэтому я их снял И продал без этого дела Потом как-то пытался их продать Отдельно эти палки-ковырялки Я их даже называл в объявлении Никому они не были нужны Причем продавал их Закрополит Так вот и настал их момент истины И идеально они подходят для глушителя Диаметр в районе 60, по-моему Диаметр в районе 60, по-моему Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 никому не рекомендую повторять этого потому что я только потом узнал насколько это было опасно если бы она меня укусила и она была заражена бешенством то это были бы серьезные проблемы если вовремя не обратиться к врачу ну и что вы думаете по этому поводу обязательно напишите в комментариях и так пользуясь случаем хотел вам рассказать про инструмент которым я уже пользуюсь в районе двух месяцев принципе нравится мне даже очень значит обычный фонарик который можно использовать как в точку так и широко можно его использовать на природе либо при ремонте автомобиля очень удобно поставил пример его на пол тачка на подъемнике включил посвятил либо поставил его либо положил светит тебе вверх ну понятное дело как хочешь так и мы работаешь очень удобно даже где-то в палатке себе повесил я даже вот честно говорю один раз аккумулятор был этот заряжен еще ни разу его даже за два месяца ни разу его не до заряжали аккумуляторный маленький шуруповерт мощность у него значит 2 ампера часа 18 вольт но при этом удержать его ну достаточно сложно сами понимаете маленький казалось бы вот меня есть еще мощный в сравнении да у него даже специальная ручка здесь есть для того чтобы просто руку него в него ломала когда его поставил без этой ручки попробовал мне реально чуть палец большой не сломала потом я прикрутил только эту ручку понял что с этим лучше не шутить то есть как говорится маленькие да удаленький но прикол вот чем что сюда можно поставить и большой аккумулятор так дальше винтоверт причем что весь инструмент он бесщеточный винтоверт он идет как и ударный ну сюда можно головку там на 10 на 12 поставить любую сюда тоже можно поставить большой аккумулятор работать им сколько угодно потом это тоже как шуруповерт идет но в принципе у него такая мощность что он тоже тем может выломать палец очень очень легко поэтому здесь есть режим сверления и режим ударный ну соответственно шурупы тоже если на первую скорость поставить на медленную я боюсь даже честно говоря хватать а если поставить еще были большой аккумулятор так я вообще молчу вот ну и вот эта вот тема очень даже грибокам будет подходить которые любят зимой рыбачить сверлить отверстие во льду вот пользуемся им уже где-то в районе двух месяцев в принципе нареканий никаких не было есть зарядной станции вот этого для больших аккумуляторов двухслотные есть маленькие из 1300 ватт с регулятором оборотов тоже бесщеточная прикол то что у нее здесь есть воздухозащита которую можно потом разобрать прочистить от 3000 оборотов до 10000 еще немаловажный момент что у всех у них быстро зажимной патрон пару раз провернул то же самое здесь стоп и довернул как все надо все ничего проскальзывать не будет выпадать соответственно тоже так что как то тогда ну что же давайте под финале в этот видос значит на таврюхе мы у выезжали единственное что ничего не засняли так как забыли телефон проводка готова женек сейчас единственное и переплетет сделает все как должно быть и мы ее обратно закидываем башка она уже закончена монтируют тоже видос это вот следующий проект кто знает что за мотоцикл пишите в комментариях значит купили моего за сотку сейчас его тоже восстановим поедем на бездорожье тоже бы на нем ураганить закинем его в прицеп таврюхи и будем их соревновать одно с другим значит что скажу по таврюхи двигатель два с половиной едет отлично единственная коробка немножко пинается но это мелочь значит с кикдауна она рвет вообще хорошо если без кикдауна ну едет принципе нормально то есть как бы с под себя не рвет как бы если ты ее не душишь вот следующей серии мы полностью все это собираем проводку панели все эти дела и едем на бездорожье вполне возможно еще будет с нами мотоцикл но не забываем про порошака туда-сюда и порошоком займемся так что подписывайтесь ставьте лайки колокольчик кому интересно всем пока